Да, коллеги, кто пропустил, мы только начали. Мы говорим сейчас об отличиях между системами аналитики. Добрый вечер, те, кто к нам присоединился еще раз. Мы говорим сейчас об отличиях между инструментами Google Аналитики и Метрики и об основных ключевых показателях эффективности, которые мы можем с помощью этих инструментов анализировать. В частности, я перечислил три основных ключевых показателя сессионных, которые позволяют анализировать Google Аналитика и Яндекс.Метрика. Это показатели отказов, это глубина просмотра или количество страниц в рамках сеанса, просмотренных пользователем, и это, соответственно, время на сайте. Как правило, если вы хотите проанализировать качество трафика, аналитики именно обращают внимание в первую очередь на эти три показателя. То есть, если вы видите, например, трафик, который приходит к вам из Яндекс.Директа, допустим, и из Фейсбука, вы хотите проанализировать, где трафик качественнее, вы можете посмотреть, как правило, на эти три показателя. Если мы видим, что в одном из каналов у нас выше показатель отказов, ниже глубина просмотра и ниже время сеанса, часто это означает, что аудитория, приходящая из этого источника, менее царевая, менее качественная и менее для нас интересная. Какие показатели эффективности дальше после сессионных? Конечно, это конверсионные показатели. Конверсионные, к ним относится довольно большая группа показателей. Это коэффициент конверсии, в первую очередь, конечно же. Коэффициент конверсии, наверное, самый критично важный показатель, который характеризует количество нужных нам царевых действий, которые выполнили пользователи на сайте, поделенное на общее количество посетителей. Например, ко мне на сайт за месяц пришло, допустим, тысяча посетителей. Это тысяча посетителей из данного какого-то рекламного канала или SEO канала, неважно, совершило, допустим, 100 целевых действий. Целевые действия для разных сайтов могут быть разными. Это могут быть заявки, заказы, это могут быть подписки и так далее, это лиды, так называемые и так далее и тому подобное. Я получил 100 целевых действий, например, 100 заявок, 1000 посетителей. Я делил 100 на 1000, умножая на 100% и получаю, что у меня коэффициент конверсии 10%. По-русски это означает, что каждый десятый из моих посетителей совершает нужное мне целевое действие. То есть 10% от всех, кого я привел на сайт, тем или иным способом конвертируется. При этом этот коэффициент, конечно, может меняться в зависимости от типа трафика. Допустим, для SEO трафика это может быть один коэффициент, для контекстной рекламы другой, для таргетированной рекламы это может быть третий показатель. Сравнивать их между собой в лоб, как правило, некорректно бывает, потому что качество, точнее коэффициент конверсии очень сильно зависит от качества трафика, от его заинтересованности в ваших услугах и так далее. Коэффициент конверсии это критично важная вещь. То есть это то, ради чего, как правило, сайты создаются и измерять коэффициент конверсии необходимо в первую очередь. И тут еще одна неприятность ждет нас всех, кто знакомится, осваивает систему аналитики. Ни одна система аналитики по умолчанию коэффициент конверсии не считает. То есть, если вы поставили систему аналитики из коробки, вы ничего не узнаете о вашем главном показателе, о коэффициенте конверсии. Сессионные показатели, да, любая система аналитики фиксирует по умолчанию. Это заложено и в Google аналитику, и в Яндекс.Метрику. Но никакие действия пользователя, связанные с конверсией, так же, как и любыми другими системами, не фиксируются по умолчанию. Поэтому, если вы хотите действительно получить что-то ценное, то есть вы хотите использовать аналитику как реальный инструмент увеличения эффективности своей деятельности в интернете, вам необходимо будет настраивать. Настраивать в большинстве случаев кастомно, в смысле индивидуально, под ваш сайт, отслеживание конверсии. Чаще всего конверсия – это, например, нажатие кнопки на кнопочку, на какую-то, вот в данном примере записаться онлайн, допустим. Человек нажимает на эту кнопочку, и мы получаем информацию о том, что пользователь заинтересовался нашим предложением. Отследить нажатие на эту кнопочку требует определенных специфических действий с настройками вашей системы аналитики. И тут в дело вступают опять два различных метода. Мы можем это делать напрямую, редактируя HTML и JavaScript код нашей страницы. Это наиболее понятный, простой в лоб метод, но он требует навыков определенных, он требует знания HTML, он требует знания JavaScript на каком-то уровне хотя бы. И доступно это не всем, то есть не все являются программистами, верстальщиками и так далее. Второй метод – это использование так называемых Tech Manager. И сейчас это наиболее популярный, наверное, способ. Мы как раз на наших курсах используем систему Tech Manager от Google, что очевидно, потому что она, опять же, бесплатная. У Google есть такой инструмент, называется он Google Tech Manager. И вот, в частности, на нашем даже курсе по основам веб-аналитике мы обязательно знакомимся с этим инструментом, потому что Google Tech Manager, несмотря на то, что в названии этого инструмента есть слово Google, на самом деле позволяет размещать скрипты любые, Яндекс.Метрики и чего угодно еще, то есть он Facebook, Pixel и того же и так далее. Он универсальный инструмент, хотя сделала его компания Google. На рынке есть огромное количество Tech Manager других разработчиков, и основной их недостаток в том, что они платные. Поэтому Google Tech Manager в данном случае приятное исключение. И такой метод позволяет, установив один раз на сайте скрипт самого Tech Manager, вносить дальше изменения какие-то в настройки аналитики вашей, не через программирование вашего шаблона сайта, а через удобный визуальный интерфейс, где не обязательно даже владеть навыками программирования или веб-разработки, где вы можете настроить отслеживание, допустим, кликов по кнопкам, скролла страницы, когда пользователь страницу прокручивает, нажатие на любые другие элементы, нажатие на кнопки социальных сетей, допустим, нажатие на какие-то ссылки, зависание мышки над какими-то элементами, выход мышки за экран окна, допустим, и масса других действий. Пользователям может быть отслежено таким способом без программирования. Мне кажется, это сейчас одна из максимально удобных вещей, которые есть в распоряжении современного аналитика. И коэффициент конверсии потребует, соответственно, от любого аналитика дополнительных настроек. Вот как раз-таки как это все делается, мы разбираем подробно на наших курсах. Вот здесь уже требуются определенные специфические знания, навыки, умения. Остальные все показатели, которые системы аналитики позволяют собирать, а их огромное количество, мы их называем метриками, они тоже интересны, в определенных ситуациях имеют важное значение. Но вот то, что я сейчас перечислил, я считаю наиболее базовыми KPI-ами любого интернет-ресурса. И, соответственно, без них, собственно, функционирование аналитики какой-либо невозможно. Теперь я бы хотел немножко сказать о том, например, как, допустим, вот сейчас я не случайно остановился на этой странице, это наш курс основы веб-аналитики. Как же они отличаются? Вот я сказал о том, что базовый курс основы веб-аналитики, он рассматривает все основные принципы аналитики, терминологию аналитики, разбирает основные настройки, которые необходимо выполнить в интерфейсах Google Аналитики и Метрики для того, чтобы запустить первичное отслеживание. Здесь и Google Аналитика, и Яндекс.Метрика не имеют отличий, они работают абсолютно идентично на одних и тех же принципах, и поэтому мы разбираем это все в рамках одного нашего курса. Вот дальше начинаются уже особенности. В частности, вообще можно сказать, на примере даже, опять же, наших курсов, курс по Метрике у нас длится один учебный день, курс по Google Аналитике длится три дня учебных. Почему? Потому что как инструмент Google Аналитика, конечно, мощнее. Мощнее в смысле ее возможностей. И нельзя сказать, что она лучше, то есть некоторые неправильно интерпретируют мои слова, не в том смысле, что она чем-то там лучше, а в том смысле, что она более гибкая, позволяет больше возможностей настройки производить, отчетность, сама система анализа более гибкая, и многие-многие другие моменты требуют больше времени на освоение этой системы. Еще раз повторюсь, это не значит, что у Метрик Метрика однозначно хуже. Например, еще одна причина, почему рассматривать надо оба инструмента, потому что в Google Аналитике есть много того, чего нет в Метрике, и наоборот, в Метрике есть много того, чего нет в Google Аналитике. В частности, нельзя забывать о таком мощном инструменте Метрики, как вебвизор, конечно, о котором все помнят, но многие о нем знают, даже те, кто никакого отношения к аналитике не имеет. Вместе с тем, чаще всего они его устанавливают, включают, но очень редко используют, потому что инструмент вебвизор требует довольно серьезных трудозатрат на анализ данных, которые он собирает. Для тех, кто не слышал об этом инструменте, могу кратко пояснить, что он позволяет делать. Вебвизор записывает все действия пользователя в рамках сеанса, а именно записывает все перемещения мышкой, все нажатия на клавиатуре, которые выполняет пользователь, пока находится у вас на сайте. И в дальнейшем позволяет вам просмотреть это в видеоролика. Вы видите в реальном видеоролике, как пользователь двигался по вашему сайту, какие движения мышкой он предпринимал, какие нажатия клавиш, какие кнопки он нажимал. И это, конечно, очень увлекательно заставляет почувствовать вас шпионом, таким поиграться в Джеймс Бонда, особенно на первых этапах освоения этих систем. Это всегда очень интересно, вызывает огромный азарт и так далее. Но в большинстве случаев какие-то реальные практические выводы, которые, по идее, вообще можно делать с помощью этого инструмента, большинство владельцев сайтов не делают. Ограничиваются игрой в шпионов и после этого закрывают его, и все. Мне лично кажется, что, например, в метрике еще более интересный, чем вебвизор, хотя работает на базе именно вебвизора инструмент, есть, который позволяет просматривать, например, карта кликов, которой, опять же, нет в Google Аналитике. Это, опять же, отчет, в котором видно, куда, как именно кликал пользователь. То есть это пятнышки такие, которые показывают, какие именно элементы страницы получили больше или меньше внимания пользователей. Также в метрике есть целевой звонок, например, функция, которая готовая уже в Верунете может использоваться, как колл-трекинг, например. Также в метрике есть определенные возможности по сегментации. Допустим, в метрике есть возможность выделить отдельно сегмент всех роботов, которые были у вас на сайте. В Google Аналитике такого сегмента нет, например. И вы дальше можете уже этот сегмент использовать для, допустим, настройки более точной ваших рекламных кампаний, что очень увлекательно и интересно. В метрике можно очень удобно создавать сегменты пользователей по интересам. Причем особенно надо еще обратить внимание на демографию. Как раз вот отчеты по демографии в метрике несколько более точные, например, чем в Google Аналитике для Рунета, повторяюсь. То есть мы говорим сейчас только о Рунете. Почему? Ну потому что у метрики, возможно, больше собрано данных по пользователям Рунета, больше возможностей по построению предиктивных каких-то моделей. Как правило, данные по полу, по возрасту и по интересам аудитории в метрике более точные, более объемные, более интересные, более информативные и позволяют принимать решения на основе этих данных более точно. В Google Аналитике такие возможности тоже есть, но в большинстве случаев именно в Рунете они несколько выступают данным метрики. И так далее. То есть перечислять можно достаточно долго отличий. Да, кстати, еще нельзя не упомянуть. Яндекс.Метрика, кстати, был у нас вопрос насчет того, что такое Google 360. Для тех, кто слышал или для тех, у кого в компаниях применяется этот инструмент, Google 360 это тот же самый Google Analytics. Ну, я имею в виду Google Analytics 360, потому что Google 360 это вообще целый комплекс инструментов. В частности, если мы говорим про аналитику здесь, то Google Analytics 360 это тот же самый Google Analytics бесплатный, но только за деньги. Отличается он в первую очередь тем, что в Google Analytics 360 нет ограничений. Ограничения касаться могут чего? Объема собираемых данных. То есть если у вас количество собираемых данных превышает определенные лимиты, там 10 миллионов хитов, например, в месяц и так далее, то Google Analytics начинает собирать не все данные, а только каждый второй, например, каждый третий, каждый четвертый, таким образом ограничивая количество данных, которые вам доступны для анализа. Он делает это очень грамотно, он делает это с использованием математической статистики, то есть он делает данные на выходе все равно релевантными, реальными, вы можете на основе их принимать решения, но в любом случае там уже есть определенные допущения. Метрика, в отличие от Google Analytics, сейчас вообще не использует никаких ограничений на собираемые данные, то есть вы можете быть уверены в том, что все, что было передано в метрику, то вам будет доступно. Кроме того, при построении отчетов Google Analytics также часто по умолчанию включает так называемый режим сэмплирования, это когда количество данных в отчете очень-очень большое, вы берете, например, большой период и ваш ресурс собирает много данных, то чтобы снизить время на построение отчета, Google Analytics может взять и построить отчет, например, на каждом четвертом хите, допустим, то есть в итоге вы увидите, ну, понятно, что он возьмет каждый четвертый хит, потом умножит все на 4 для того, чтобы цифры абсолютные у вас оказались примерно похожи на реальность, но ключевое тут слово примерно похоже на реальность, то есть на самом деле эти данные могут несколько отличаться от реальности. В метрике вот этих ограничений нет, это еще один большой плюс, но еще нельзя не забывать о том, что Google Analytics, поскольку система мировая, обрабатывает огромные объемы данных в бесплатной версии, она требует на процессинг, то есть на обработку данных до двух суток, то есть в зависимости от типа данных они нам становятся доступны для анализа через некоторые через сутки, некоторые через двое суток. В результате мы не можем вот прям за сегодня взять данные живые и посмотреть, что у нас происходит на текущий момент, я имею в виду не вот в данную секунду, а вот за сегодня, например. Эти данные могут быть в отчетах неполные, то есть нам нужно подождать двое суток для того, чтобы устроить какие-либо отчеты, гарантированно используя уже все собранные данные. В метрике 30 минут, то есть все, что было 30 минут назад, нам уже доступно для анализа. То есть это еще один, например, реально серьезный плюс метрики. Так вот, я отступил от темы Google Analytics 360, вот эта платная версия Google, она как раз-таки тоже этих ограничений не имеет, то есть она там, время, правда, обработки там не 30 минут, а 4 часа, то есть это все равно, даже в платной версии это больше, чем у метрики. Но это уже во всяком случае какие-то такие цифры, позволяющие в течение суток уже какой-то анализ вести. Ну там есть и другие достоинства, я имею в виду платной версии, но этот интерфейс платной версии, он абсолютно идентичен, поэтому если кто-то, например, будет работать с Google Analytics 360, то там все абсолютно одинаково. Там отличия только вот именно в ограничениях на собираемые данные, наличие договора, наличие закрывающих документов на НДС, например, наличие технической поддержки, вот и все. То есть в остальном, если кто-то опять же будет сталкиваться с Google Analytics 360, навыки, полученные в Google Analytics, абсолютно те же самые, интерфейс тот же самый, система одна и та же, поэтому отличий нет. Вопросы у вас, может быть, есть? В аудитории? Да, в аудитории, может быть, у слушателей на вебинаре есть. А, знаете, глубокое знание вот этих аналитических систем, оно актуально для маркетолога больше, или для менеджера после сайта, да, который там контентом, или для середины? Знание, умение работать с системой аналитики сейчас нужно в первую очередь, конечно, тем, кто непосредственно настраивает, вот ведет именно активности маркетинговые. Да, это SEO-шники, это контекстники, это SMM-щики, таргетологи, e-mail-маркетологи и так далее. Вот они прямо и напрямую используют в обязательном порядке эти системы. Кстати... Нет, я имею в виду, знаете, вот есть менеджеры, есть паркетинг, да, какой-то, ну, паркетинг участвует там, специалист паркетинг, а менеджер поставит вам больше документы, там все, сроки выполнения, сколько у менеджера нужно. Да, вот есть такая группа пользователей, которые называются контент-менеджеры там, да, или как их там не называют, да, люди, которые наполнением сайта занимаются и так далее. Конечно, для них чаще всего интересно может быть что, какие страницы, какой контент более популярный, какой менее, то есть это позволяет им, ну, более правильно, более корректно наполнять сайт, вносить изменения, кстати, часто, я думаю, вот еще такой термин, как у нас очень популярен, юзабилити, то есть часто изменения небольшие на сайте, например, вот блок вот этот, давайте чуть-чуть выше переместим или чуть ниже, давайте вначале картинку поставим или нет, а потом можно сравнить, какой тип контента, какой вариант размещения работает лучше, а какой хуже. Это вот тоже может быть очень даже в рамках компетенции человека, который именно занимается поддержкой сайта, наполнением его. Поэтому и этим людям тоже в какой-то степени умение работать с отчетами, если в компании нет готового штатного специалиста, аналитика, который может все это сделать, в готовом виде уже отчеты предоставить, то это придется делать и этим людям. – А для большого проекта, который чисто онлайн нельзя взять, есть такие проекты интернет, есть и онлайн, и частично ты все-таки флайд, там, семинар, включение какой-то продают, да, какие-то продукты сложные, да, и вот это актуально для таких проектов, или только это вот углубленный курс вот этой аналитики актуально только чисто для проектов, которые онлайн, все онлайн, основное там продвижение, там, университет, ну, да, конечно… – Не-не-не, знание, умение работать с системами аналитики нужно владельцам интернет-ресурсов любого уровня, любого, то есть вы три человека в месяц, вам аналитика в любом случае нужна, и там три миллиона у вас посетителей в день, это тоже самое. Я могу по курсам по своим судить, и у меня все, и аналитики из Бирбанка, там, и одновременно с аналитиками каких-то там очень-очень локальных своих проектов полуподвальных, то есть всем это необходимо. Присутствую, ну, просто у них… – У них их маркетологи, получается, да? – Да, да, у них просто, да, отличия в масштабах, но и там, и там нужно понять. Вот я сегодня имею, особенно это важно, я даже считаю, что маленьким проектам это более критично важно, потому что большие серьезные проекты, те, как правило, найдут либо подрядчиков, либо аналитиков тех же, обратятся там куда-нибудь в компанию, у них есть на этот бюджет. А вот владельцы своих собственных небольших бизнесов, онлайн-бизнесов, я имею в виду, вот для них это еще более критично, у них, как правило, очень резко ограничен бюджет, вот у меня есть 5 тысяч, и вот у меня реальный вопрос стоит, мне эти 5 тысяч вложить куда? Вот мне запустить рекламу на Фейсбуке, мне запустить ее в Директе, мне запустить ее в Гугле, или мне вообще начать SEO какой-нибудь? И вот как оценить, куда вложить этот небольшой, очень ограниченный бюджет, это где эффективность выше и так далее. Вот для них, мне кажется, еще более важно использовать и на этапе еще планирования, проектирования сайта, закладывать, использование этих инструментов. Кстати, вот еще, с чем я постоянно сталкиваюсь, поскольку часто я владелец своего диджитал-агентства, и ко мне часто обращаются клиенты, и самый частый вопрос, вот у нас сайт есть, вот у нас есть какие-то первичные результаты, но мы хотим их улучшать. Начинаем, говорим отлично, давайте проанализируем ситуацию, начинаем разбирать, можем ли мы отслеживать нужные нам показатели, в частности, например, для того, чтобы оценить, что было, что стало. Получается, что на текущей версии сайта, которая есть у клиента, очень часто невозможно установить полноценную аналитику, невозможно реализовать отслеживание элементарных действий пользователя, те же нажатия на кнопку и так далее. По той причине, что сайт еще на этапе проектирования создавался без учета этих возможностей. То есть никто не задумывался о том, что человек будет звонить. Если он будет звонить, значит, это как-то надо отследить. Человек будет нажимать на какие-то кнопки с контактами, или не будет наоборот их нажимать, а просто зайдет на страницу контактов. Как понять, он просто зашел на страницу контакта, или он реально на самом деле заинтересовался каким-то офисом, а у нас их три, например, и каким офисом он заинтересовался, если все они на одной странице, собраны в одну кучу, и мы никак не можем понять, какой из этих офисов его заинтересовал. И так далее. А это важные вопросы, и именно их надо ставить на самом старте еще, планирование сайта, что мы хотим понять, какой из офисов люди выбирают, ну и так далее, и тому подобное. И выбирает ли он вообще, а это требует определенной технической реализации на сайте. И первая, как правило, половина работ, времени тратится именно на то, чтобы доделать сайт. Поэтому чем раньше, чем на более ранних этапах, когда бизнес молодой, начинающий, сайт только создается, чем раньше будут заложены в этот ресурс возможности по его отслеживанию, тем лучше, тем более эффективным будет такой веб-ресурс. Сейчас конкуренция бешеная, реклама стоит очень дорого, привлечение клиентов становится очень-очень недешевым удовольствием, и без аналитики, я считаю однозначно, сейчас выжить бизнесу невозможно. То есть, если вы не будете правильно анализировать результаты своих вложений, то успеха добиться практически нереально. А как добиться успеха, нужно понимать, где работает, где не работает. Вот, собственно, система аналитики нами позволит это сделать. Менеджеру. Я имею в виду вот уже людям, управленцам, например, руководителям отделов маркетинга, допустим, руководителям отделов интернет-маркетинга. Им использование аналитики нужно не на уровне инженеров, не на уровне именно специалистов, которые могут внедрять эту систему, настраивать тот же тег-менеджер, например. Это им не нужно. Но уметь работать с отчетами и понять хотя бы на уровне первичного анализа, а вообще корректно аналитика-то настроена, она собирает те данные, потому что самая распространенная проблема с аналитикой в том, что она собирает не понять что. У меня был один пример, я его постоянно привожу, когда у меня слушатель один на занятии, когда мы проверяли корректность установки счетчика на сайте, он говорит, а вот у меня вот все, как вы рассказали, я все проверил, и у меня счетчика на сайте нет. Я говорю, ну так бывает, наверное, не поставили. Он говорит, нифига. А вот у меня в статистике есть трафик, и там его очень много. Вот вам, пожалуйста, показывает мне отчет, где этого трафика. Ну реально много просто. Я лично потратил кучу времени, чтобы действительно проанализировать его сайт и так и сяк. Но действительно на сайте нет никакой системы аналитики. Но данные есть, показано, что это данные именно с этого сайта. Через неделю он приходит на второе занятие и говорит, а вот я, говорит, я вот разобрался, вот почему вот так. А вот вы, а вот вы не смогли, тоже мне профессионал. Я говорю, ну, я тоже чему-то учусь постоянно. Я говорю, давайте попробуем все-таки выяснить, почему. Он говорит, а все просто на самом деле. Наши инженеры поставили счетчик аналитики на админку. На админку сайта. С тех пор я перестал анализировать сайты слушателей. Я понял, что моя фантазия, она очень ограничена. Я до такого додуматься не мог бы по определению ни в каком виде. Просто они анализировали статистику по админке. Все, что делали администраторы, которые лазили в админке, размещали контент, выгружали товар. Вот это все и фиксировалось, отправлялось в аналитику. Они там руководство потом на основе этих данных отчеты красивые показывали. А менеджеры в этом же ничего не понимают. Они же смотрят на отчете, наняли нового контент-редактора, объем трафика начал резко расти. Они ему объяснили, менеджеру, вот видите, нанимаете контент-редакторов, у нас сразу растет трафик. Давайте еще возьмем трех контент-редакторов. Менеджер уже подписал там приказ. И так далее. То есть менеджеру, человеку, который управляет, надо хотя бы на уровне базовых понятий уметь проверить корректность установки счетчика, сбора данных. Это очень несложно сделать. Для этого есть куча автоматических инструментов. И вручную это можно сделать. Мы вот как раз на курсе основы по аналитике знакомимся с ними. Ну а дальше, конечно, ему важно уметь работать с отчетами. То есть отчеты затрагивают еще такую важную часть, которая называется статистика. Здесь очень много нюансов, потому что очень многие данные нельзя использовать как инструменты принятия решений, просто потому что они статистически недостоверны. Вот как раз в рамках курса Google Аналитики мы очень какое-то время определенное уделяем, очень внимательно разбираем эти вопросы именно правилам статистики. В курсе метрики у нас на это просто, как правило, нет времени. Кроме того, в метрике есть еще важные удобные кнопочки, которые позволяют минимизировать ошибки, основанные на статистике. В Google Аналитике там приходится несколько больше самостоятельно это делать. Ну а уже, соответственно, после того, как человек освоил базовые принципы, потом можно идти ему отдельно на курс метрики, отдельно на курс аналитики, знакомиться уже с этими системами, и там уже этот путь может быть бесконечно долгим. Конечно, знакомство с этими системами не ограничивается. Одним днем и тремя днями для Google Аналитики там можно годами специализироваться и развиваться. Кстати, по сертификации обе системы предлагают абсолютно бесплатно, абсолютно для всех желающих возможность сертифицироваться, то есть возможность сдать тесты. Они открыты, доступны, можно сдавать много раз. Единственное ограничение там это время между сдачами, оно там постепенно увеличивается. То есть первый раз ты можешь пересдать там через неделю, грубо говоря, второй раз там через месяц. Но если ты используешь несколько аккаунтов, можешь сдавать хоть каждый день по 40 раз. В любом случае сертификаты, которые предлагают эти системы, ну в частности вот у меня такие есть тоже, они действительно на рынке ценятся. И наши курсы, например, построены таким образом, чтобы дать возможность людям подготовиться к этим сертификациям. Вот это мои сертификаты, соответственно. И они, если вы собираетесь найти работу, например, они в вашем резюме будут смотреться очень серьезно. Большинство, к сожалению, правда, работодателей у нас на рынке, они, конечно, в этом ничего не понимают, как я уже говорил, для них это все как мертвому припарка. Но если компания, внимание, уделяет сбору данных и принятию решений на основе данных, то такие сертификаты, конечно, будут очень серьезным, соответственно, вашим преимуществом перед конкурентами и позволят требовать больше зарплаты, естественно. Потому что человек, который... Эти экзамены, они объективно проверяют знания, потому что просто так открыть его и просто списать откуда-то не получится, там тест построен таким образом, что нельзя заранее предугадать, какие у тебя будут вопросы. И хотя у тебя есть какое-то время на то, чтобы поискать где-то ответ, например, ну все-таки, тем не менее, в большинстве случаев, поскольку тест ограничен временем определенным, просто так взять и списать все это невозможно. Нужно хоть что-то знать, как минимум. Так что эти сертификации, они высоко ценятся. И вот в наших курсах мы, в частности, прямо вставляем вопросы из этой сертификации, для того, чтобы каждую тему, которую мы рассматриваем, ну каким-то вопросом из теста подкрепить, чтобы подготовить наших слушателей. И все презентации, например, у меня построены именно с упором на те вопросы, которые встречаются в тесте как раз. У нас сегодня встреча, она до 18.45, но у нас небольшой вступительный лаг был, поэтому я чуть-чуть позволил себе задержаться, чтобы успеть рассказать все, что я хотел на сегодня. Но на этом все. И если вопросов больше нет, мы ждем вас на других наших семинарах. Подключайтесь, задавайте вопросы. Вопросы можно задавать не только по теме текущего семинара, можно задавать по любым другим вопросам. В частности, если это касается меня, то по интернет-маркетингу мне всегда интересно рассмотреть любые вопросы. Спасибо всем, кто был с нами на вебинаре, было большое количество людей. Спасибо. Те, кто планирует на наши курсы, ждем вас. Я думаю, я достаточно рассказал, чтобы понимать, какой из курсов для чего нужен. В целом задачи аналитики тоже, я думаю, вам понятны. И на этом сегодня все. Спасибо. Да, можно. Надежда, но вы про все тоже... Я вас понял. Это разбитый проект, который я могу там, и в иналитике могу, и в иналитике могу, и в иналитике... Вот все знания, которые выдаются, их же тестер надо проверять, да? Потому что что-то прослушать все, и все. Вот так вот, ну что... Ну вот, да, хороший вопрос. Вот, кстати, что касается аналитики, например, то тут проблем нет. Очень частый вопрос, вот я хочу осваивать тему, но у меня нет подопытного кролика. Да, это очень у многих такая проблема. Я хочу. Да, ну особенно это реклама касается, тут всегда хотелось бы чей-нибудь бюджет слить для того, чтобы практиковаться. Это всегда проблема, да, найти. Но в данном случае, вот если мы говорим про аналитику, то тут вообще проблем нет. Не нужно иметь свой собственный ресурс с накопленной статистикой, потому что и Google Аналитика, и Яндекс.Метрика предлагают демо-аккаунты. То есть мы можем на курсах всю практическую часть, а у нас много там практических моментов, построение отчетов, создание сегментов и так далее, настройки счетчиков. Это все можно делать, просто используя ваш собственный аккаунт в метрике или Google Аналитике, и плюс какой-то демо-аккаунт, который можно бесплатно абсолютно подключить к вашему собственному аккаунту. И вы получите большое количество данных, большое количество статистики, возможность строить почти неограниченно любые отчеты. А вот… Это про SEO-куст, правда. Да, 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 ну я, раз уж тема сейчас аналитики, я сказал про это. Вот про SEO, да, действительно здесь, наверное, это единственный курс, потому что по контекстной рекламе там также не нужен никакой сайт абсолютно. Там мы работаем с инструментом, там мы работаем с аккаунтами в Яндекс.Директ и в Google Ads. А вот SEO, да, это единственный курс, где очень много лабораторных, связанных с анализом текущего состояния сайта для того, чтобы выявить, что с ним нужно делать дальше, какие изменения вносить и так далее. И тут нужен какой-то подопытный кролик, потому что, ну, просто так где-то никто вам его не дает, то есть таких сервисов нет. Поэтому это очень распространенный вопрос, и я всегда на него отвечаю очень просто. Во-первых, в рамках освоения курса SEO вы можете смело использовать и не ваш сайт. Дело в том, что нам не нужен доступ к его программному коду, нам не нужен, нам нужно, чтобы он был доступен в интернете, в браузере мы могли его открыть. Например, если мы хотим научиться анализировать HTML-код на предмет его корректности для SEO или некорректности, для этого не нужен свой сайт. Мы можем открыть Сбербанк, открыть его в исходном коде и посмотреть, все ли у них хорошо или плохо. Единственный недостаток этого метода только в одном. Когда вы анализируете сайт не ваш, ну, вам просто менее интересно. Потому что, когда анализируешь свой сайт, ты понимаешь, о, я прямо сегодня вот прям узнал, вот тут вот все плохо, вот тут все хорошо, вот здесь надо сделать это, здесь это. Ты приходишь домой, и у тебя есть практически какие-то реальные сценарии, что, как применить эти знания. И ты реально это делаешь, и у тебя получается какой-то результат, и от этого, конечно, вау, эффект возникает, и человеку интереснее и приятнее. Когда это чужой сайт, ну да, но ты понял, что в Сбербанке SEO-шники, я шучу, я только, ну, на примере, да. Ну, и что, для тебя это, ну, посмеялся, может быть, ну, практически выхлоп небольшой. Поэтому, тем не менее, это не значит, что ты не можешь проходить этот курс, все равно знания получишь, все равно, ну, закрепишь их как-то. Ну, практически выхлоп меньше. Просто вот только с этой точки зрения, и поэтому я чаще всего рекомендую всем, кто приходит на курс, но у кого нет сайта, просто написать в Фейсбуке там или во Вконтакте, ребята, прохожу курс по SEO, кому нужен бесплатный аудит под руководством мудрого преподавателя, сделаю, вам бесплатно дам. И обычно, как правило, среди знакомых точно находится кто-то, кто говорит, вот у меня есть сайт, пожалуйста, вот анализируй его там сколько хочешь. Желательно там получить доступ для того, чтобы его можно было добавить в Яндекс.Вебмастер. Это не критичная вещь. Важно, чтобы люди просто вам, ну, не боялись доверить хотя бы добавить ваш сайт в Вебмастер. Или можно попросить, если сайт уже туда добавлен, просто дать вам доступ к этому Вебмастеру. Это можно сделать из интерфейса Вебмастера в два нажатия кнопки, и вам даже не надо будет вообще этого сайта касаться. Так что тут есть целый ряд путей, и не обязательно, чтобы это был именно ваш сайт, и он был уже в топе там на первых местах. Это может быть сайт ваших друзей, знакомых, какой-то маленький, несерьезный, посвященный вашему питомцу, какому-нибудь, мой попугайчик Кеша, там, личная страничка какая-то, или это просто лендинг даже. Лендинги тоже прекрасно продвигаются с помощью SEO, с ними все в порядке. Они просто не продвигаются по миллиону запросов, но чуть-то локальнее ниша, но, тем не менее, там принципы похожи. Поэтому можно использовать такой метод. Но все-таки какой-то вот такой, пусть не ваш, но подопытный кролик, он желателен. Это единственный курс, где это желательно, но еще раз повторяюсь, только потому, что вам будет самим интереснее и веселее. На сегодня тогда все, спасибо, я выключаюсь, ждем вас на других наших семинарах, на курсах на наших, до встречи.